всем привет дорогие друзья с вами блокин мечталин василий и моя жизнь в деревне дорогие друзья сегодня я хочу поговорить о кроликах смотрите какие у меня красавчики напомню что порода моих кроликов называется баранчик я считаю что это одна из самых неприхотливых пород и плюс ко всему она дает очень хороший приплод в среднем одна крольчиха приносит 10 а то и 12 крольчат очень неплохо сегодня мы видим что крольчиха нас порадовала крольчатами кстати как раз она одна принесла крольчиха 10 крольчат а другая 5 крольчат и у нас 15 молоденьких кроликов которых мы будем с вами прививать все правильно потому что через 30 дней после рождения кроликов тем более если мы кроликов выращиваем на мясо нам обязательно нужно их привить прививать мы будем кроликов ассоциированные вакциной от миксоматоза есть еще одна очень такая серьезная вирусная болезнь которая называется геморрагическая болезнь кроликов поэтому от геморрагической болезни кроликов от вирусной геморрагической болезни кроликов мы будем их прививать прививать мы будем вот такой вакцины ассоциированная вакцина против миксоматоза и в гбк сухая конечно нам потребуется еще и физраствор для того чтобы сделать раствор для инъекции 5 кубовый шприц потому что мы будем сейчас с вами разбавлять нашу вакцину физраствором заберем сразу 5 кубов из раствора добавляем я даже сейчас буду дважды это делать для того чтобы тщательно перемешать вот этот порошок саму вакцину с физраствором то есть я сейчас опять обратно введу шприц содержимое и еще разочек из шприца добавлю обратно все суспензия готова будет наверняка много вопросов сразу на них отвечу смотрите объем самой вакцины 5 миллилитров на 1 кролика нам потребуется пол кубика то есть 5 кубов у нас вакцина пол кубика на 1 кролика значит вам были будет 10 доз я купила такие шприцы они у меня на один кубик и будет очень удобно потому что я буду сразу с одного шприца делать две прививки сейчас подготовим сразу все и будем уже кролика доставать кстати вот эта вот прививка хранится при температуре от двух до восьми градусов и надо сразу использовать нельзя чтобы она у вас залеживалась так все здесь у меня кубик то есть по пол кубика на 1 кролика давайте сейчас с вами достанем нашего малыша так ну чё кто пойдет ты пойдем наводи сюда вот он 30 дней от роду прививку я буду делать в холку вот можно за уши взять вот так вот холочку все я обычно держу одной рукой за холку кролика и мночка придавили и вот сюда мы делаем прививку вот так половиночку кролики даже не реагируют все вот сделали никаких проблем и теперь я уже отсаживаю кролика привитого отдельно в отделение для привитых стационар наш все это готов ну что следующего вот тут две крольчихи окралились тут вот эти поменьше потому что одна попозже окралились все точно так же можно за ушки держать так вот холочку все и этот готов стационар совершенно просто я сейчас всех остальных превью у меня их 15 я сразу готовлю шприцы и потом быстренько уже начинаю прививать если переживаете можете делать это вдвоем позовите друга соседа потому что один может держать а другой прививать так будет удобнее потому что иногда не царапаются а так в целом никаких проблем нет но прививку делать нужно обязательно запомните прививка делается в возрасте 30 дней ревакцинацию делать мы будем через месяц то есть пройдет месяц и нам нужно будет сделать обязательно ревакцинацию но вакцина уже будет другая мы об этом с вами тоже поговорим моих следующих передачах дорогие друзья будет много вопросов можно ли прививать взрослых кроликов да можно если вы не сделали первую прививку от рождения ассоциированную через 30 дней то можете прививать и взрослых кроликов главное чтоб кролики не болели потому что если они уже заболели прививка не поможет она не работает как лекарство как лечение она работает как профилактика и так давайте еще раз по порядку через 30 дней после рождения мы делаем ассоциированную прививку от миксоматоза и от вирусной геморрагической болезни кроликов дальше мы с вами делаем уже повторно прививку через месяц ревакцинацию дальше проходит 9 месяцев и мы делаем ревакцинацию уже только от миксоматоза проходит 12 месяцев и мы делаем ревакцинацию уже от вирусной геморрагической болезни кроликов и так за всю жизнь кролик получает 4 прививки но как правило конечно мы всегда делаем 2 через 30 дней после рождения и ревакцинацию через месяц после ну что дорогие друзья разводите кроликов породу я вам рекомендую баранчик очень неприхотливая порода но я с вами прощаюсь с вами был блокин мечталин василий его жизнь в деревне и замечательные кролики дорогие друзья до новых встреч пока наконец-то я решился и приобрел новую породу смесь ландрасов и дюрок классические крупные розовые поросята нам будут намного интересней кормлю я просят 7 раз в день кормушки всегда друзья должны быть чистые и ты чего по головам пошел 30 грамм рыбьего жира хватит меня есть я просто плачусь чтобы ты не можешь из кормушки 8 9 10